Добрый вечер! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Аль-Пари и поговорим мы на тему Евразийского Союза. Совсем недавно, 14 мая, состоялся очередной саммит. Саммит выявил несколько важных разногласий. Самое важное касается валюты расчетов. Российская Федерация настаивает на том, чтобы ее партнеры перешли на расчеты в российских рублях. Беларусь и Казахстан принципиально против. Они по-прежнему хотят рассчитываться в долларах. На самом деле ничего удивительного. Российская Федерация, как мы помним, не согласовала со своими партнерами девальвацию 2014 года. Современный российский рубль вряд ли хорошая валюта для расчетов и для сбережений. Слишком высокая волатильность. Это нравится спекулянтам, но не нравится гражданам и предприятиям. Плюс современная российская валюта слабая. Это выгодно бюджету, это выгодно ряду экспортеров. Но слабая валюта это плохой инструмент для инвестиций, плохой инструмент для международных расчетов. Доверия к российскому рублю нет. С нашей точки зрения лучший выход в текущей ситуации это вспомнить опыт Германии и зоны евро. В свое время немцы отказались от марки в пользу евро. Соответственно Российская Федерация должна сделать аналогичный выбор отказаться от рубля в пользу наднациональной валюты. Рабочее название наднациональной валюты Алтын. Единый евразийский ЦБ запланирован в Алматы. Естественно новая валюта должна быть сильная. Это низкая инфляция, низкие процентные ставки. Возможности для сильной валюты сейчас очень хорошие. Сегодня нефть пробила 80 долларов за баррель. Кроме традиционных причин есть точка зрения, что существует сговор между штатами и Китаем. Две сверхдержавы заканчивают торговую войну, но при этом будет более высокая цена на нефть. Соответственно это снизит рентабельность китайского экспорта и поддержит американский сланец. Так это или не так сложно сказать, но сырьевая конъюнктура очень хорошая. Единая евразийская валюта это однозначно сырьевая валюта, как ТНГ или российский рубль. И в этом нет ничего плохого. Есть уважаемые сырьевые валюты, норвежская крона или канадский доллар. С вами был я, Александр Зуваев. Говорили мы на тему Евразийского Союза. Удачных сделок! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok